Однако, чтобы быть перед тем, чтобы наш баракат, наша благодать переходила другим, нам нужно самим стать благодатным человеком. А как мы? Мы не сможем стать баракатными, благодатными до тех пор, пока мы не будем желать того, что уготовлено для нас у Аллаха Субхану Ва Та'Аля. И мы не сможем желать того, что уготовлено для верующего Аллаха до тех пор, пока мы не станем глубоко не познаем, кто такой Всевышний Аллах Субхану Ва Та'Аля. Аллах Субхану Ва Та'Аля говорит, Айрабы-бедуины сказали, мы уверовали. Всевышний Аллах Субхану Ва Та'Аля сказал, скажи им, вы не уверовали, скажи им, что вы подчинились. А вот когда вера проникнет вам опять же в сердца, то что я хотел из этого, уважаемые братья, сказать, сестры, чтобы у нас вера была не только на языке, она была у нас в сердцах, в душе. И когда человек поможет, сможет вот это вот почувствовать в душе, он станет желать того, что уготовлено для него от Всевышнего. И когда он захочет, то будет стремиться к тому, что у Всевышнего, отсюда янджуму л'аналь, отсюда будут у него зарождаться деяния. И вот эти деяния, они станут баракатными по отношению других людей. Начиная с близкого, и дальше, как Аллах сказал в Коране, отдавая должное, что положено хак близ родственникам, бедным и путникам, то есть начал он с родственников, с близких. И от нас будет исходить баракат. Поэтому это самое великое, если человек, поэтому даже научится делать постоянно дуа. Когда шейх Абдулла Фейсель недавно к нам в Москву приезжал, один из имам мечети короля Фахда в Джидде, он говорит, я всегда прошу дуа. И он везде, по всему миру, летая с лекциями, тоже говорит, всегда просите дуа Аллаху ма джа'ни мубаракан айна макунт. О, Аллах, сделай меня благодатным, где бы я ни был, где бы я ни находился, чтобы от меня была польза для других. И самая великая польза, которая может из человека исходить для других, это когда он будет способствовать тому, что его брат возвеличивает Аллаха. Аллаху, это самый великий баракат. Это самый великий баракат. Однако, чтобы нам понять, какие вещи нам помогут, чтобы стать мубараком, чтобы стать благодатным, во-первых, познакомиться с некими сайфатами, с некоторыми атрибутами Всевышнего Аллаха. Аллаху, Субхану Ва Таалу, гани, ганию на анни л'аламин. Всевышний Аллах, Субхану Ва Таалу, богат от всех миров, ни в чем не нуждается. Ганию на анни л'арш, ва ман яхмилуна. Ганию на анни л'алмалайкати, ва ман юсаббихуна. Ганию на анни л'инси, ва ман ябудуна. Ганию на анни л'джинни, ва ман ярджуна. Всевышний Аллах, Субхану Ва Таалу, не нуждается в своем троне. И в тех, кто несут его трон. Аллах в Коране сказал, В судный день трон Аллаха понесут 8 ангелов. 8. Но не сказано, Субхану Ва Таалу, не сказано 8 ангелов, сказано 8. Поэтому фасиру на разногласии есть среди ахл-тавсир. Некоторые говорят, 8 ангелов. Некоторые говорят, что 8 рядов ангелов. Саналия, суфуфмин аль-малайкави. 8 рядов ангелов понесут трон Аллаху Субхану Ва Таалу. В хадисе сказано, от одного мочка уха до другого мочка уха, от одного ангела расстояние 500 тысяч лет ходьбы. Масирату хамсмейта аль-исана. 500 тысяч лет ходьбы. Хамсмейта аль-исана, Масиро. То есть ходьбы не просто километров, а ходьбы. То есть какой великий один ангел? Таких будет или 8, или 8 рядов этих ангелов. Отсюда за это вопрос. Человек говорит, тогда какой же великий трон? Еще более величий. И отсюда зарождается вопрос, а какой тогда великий создатель этого трона? Субхану Ва Таалу. Аллах в этом троне не нуждается. И не нуждается в этих ангелах. Аллах не нуждается в ангелах, которые восхваляют его. Не нуждается в людях, которые поклоняются ему. Как сегодня Хазиря тоже сказал, то есть привел хадис, с хадисом Кудсе, то что если все люди джинны, все они будут поклоняться Аллаху, То есть если все люди вместе взяты, начиная с Адама, с первого человека до последнего, люди джинны, все будут самыми богобоязненными, тем самым не увеличат власть Аллаха. Также наоборот, если будут все грешными, то ничем не уменьшат власть Всевышнего Аллаха. Аллах ни в чем не нуждается, это мы нуждаемся в Аллахе. Отсюда мы понимаем, какой Аллах Азим, великий. О каждом можно сказать из нас, и вообще из каждого махлюка, из каждого творения, начало и конец. То есть начало его, небытие, и конец его есть, тоже он закончится. Все, что есть, все, что есть в небесах, на земле, все это уничтожится, останется только лика Творца, Субхану Ва Та'аля. Кроме Аллаха. Ла ясбикуху Адам, ва ла яльхакуху Азавар. Кроме Аллаха, Субхану Ва Та'аля. У него не было небытия, и ему нету конец. Круто. Круто. Продолжение следует...